Студия 89,9. Концертный зал. Телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. Александра Хайрулина будет в другой раз. Мы ей передаем большущий привет. И сегодня у нас квинтет музыкантов, который называется «Да Винчи». И лидер команды Андрей. Привет огромный. Приветствую. Роман, приветствую всех. Кто нас слушает и видит. Мы, собственно, хотели с вами познакомиться, хотели послушать ваши песни. Но сначала мне вот что скажи. Команда называется «Да Винчи». Знаю, что в Беларуси есть команда «Да Винчи». Как вы в музыкальном мире сосуществуете? Знаешь, у меня приходит на ум ассоциация, что есть, допустим, бокс, а есть каратэ, есть футбол. Но ты знаешь, что есть еще? Да, ты знаешь, мы назвались «Да Винчи». У нас уже пошла вся наша история. Она началась несколько лет назад с этим названием. И потом прилетел «Привет из Беларуси». Кто-то из наших друзей сказал, вы что, в Беларуси поете какие-то песни? Я говорю, ну нет, видимо, совпадение. Но они как-то там по-другому пишутся, насколько я знаю. И поют они на итальянском. Совершенно другую музыку, да. Вы поете на русском языке. Пока только на русском или, может быть, уже есть какие-то песни? У нас есть композиция. В общем-то говоря, мы начинали, наверное, с английских даже. Первые наши две песни были английские. Когда мы только-только-только зародилась группа «Да Винчи». У меня в квартире Леша приходил с гитарой, кто показывал свои композиции. Они были на английском языке. Потом потихонечку пошли русские песни, пошла душа. Ну ты уже, Алеша, заговорил. Представь всех участников команды, расскажи. Да, гитарист, композитор Алексей Мельчаков. Всем привет. Один из создателей. Можно добавить. Вот с этой гитарой мы, кстати, начинали «Да Винчи». Друзья, сейчас есть смысл не только слушать, но и смотреть «Страну FM». Очень красивая акустическая гитара. Легендарный «Хендер». Чем она, скажи, акустическая? Ну, чем она легендарная? Чем она легендарная? Ну, пройдет несколько лет, и потом, как у Джимми Хендрикса были, легендарные гитары, которые он поджигал. Потом она станет легендарной, с нее началось «Да Винчи». Вы уже были тогда, в общем-то, людьми обеспеченными, судя по тому, какая это гитара. Мы просто фанаты своего дела и не могли продешевить. Молодцы. Кредит он до сих пор отдает. Слушай, это есть хороший стимул. Так, кто на бас-гитаре у нас сегодня? На бас-гитаре у нас как-то подобается брутальный, суровый Михаил Юхин. Михаил, да. Привет. Партийная кличка Стэтха у него. Да, потому что на сцене он эмоции не проявляет, он просто стоит, как стена, и просто валит бас, просто дает в зал вот эти вот низкие частоты, не только инструментом, но и своим внешним видом. Харизмой, харизмой давит. Джейсону привет передаем, да, он тоже смотрит нас. Повелитель ударной установки. Владимир Филаткин, ну так и хочется сказать ваши аплодисменты. Вот, сделаешь, Саня. Угу, красиво. Это единственный человек, который сегодня без черной рубашечки. Мы сегодня все в черном. Да, он всегда на позитиве. Он сокрушался, что сегодня ему приходится играть на этих резиночках, потому что он повелитель живого звука, живых вот этих вот барабанных установок. Потрясающе ими владеет. Ну, вот сегодня маленькая студия, и мы его умоляли, и он согласился. Спасибо, спасибо, что согласился. И за роялем у нас? Сергей Геокчаев, это наш маэстро, наш, ну, такой самый, наверное, экстравагантный участник нашей группы. То есть он вроде выглядит интеллигентно. Он, в принципе, такой и есть, да. Но в какой-то момент на концерте он может снять майку. А там у него купола. А? Нет, пока нету, но никто этого не исключает. То есть он может выйти, снять майку и реально дать энергетику культуры в зал людям, но они поймут, что здесь на сцене настоящий рок-н-ролл, настоящие артисты и музыканты. Один раз он прыгнул, когда мы выступали на стадионе, он прыгнул прямо со сцены туда вниз. Смелый, смелый парень. Ну, скажите, вернее, в течение часа мы узнаем, где и когда он будет прыгать. О концертах расскажете. Значит, да Винчи, Андрей Лобжанидзе, фронтмен. И сейчас у нас первый трек, что это будет, давайте решим. Какая песня? Ну, знаете, прежде чем мы к нашей музыке пойдем, скажем так, мы хотим поблагодарить радиостанцию «Страна-ФМ». И телеканал. И телеканал, да. Благодарить. За поддержку нашей музыки, потому что для нас это, ну, вы понимаете, для нас это все. Когда мы, скажем так, выпускаем что-то, рожаем эту музыку, вкладываем в нее душу, и потом это находит какое-то реальное применение. Поэтому для нас нахождение сегодня здесь, вот в 17.00 до 18.00, это судьбоносный момент. Благодаря вам мы вас очень благодарим за это. Спасибо за веру в группу «Дай Ильич». Спасибо вам. И давайте сейчас к музыке. Да, возвращаемся к теме наших песен. Как раз вот Леша упомянул стадион, и недавно был чемпионат мира по футболу в нашей стране, все это знают, и до сих пор он еще нас никого не отпускает. Эх, идиот, конечно. В общем, как было дело? За две недели до начала чемпионата мы как-то вот собрались и решили, что мы не можем остаться безучастными к этому великому событию историческому. Взяли и написали гимн. Гимн трибун чемпионата мира по футболу в России. После чего поняли, что мы не хотели бы его исполнять вот именно только составом «Дай Винчи», и пригласили наших друзей, вокалистов, музыкантов. Все они являются участниками телепроекта «Голос». Не чужого для тебя телепроекта. Не два человека, и не три, так для понимания, да, за недельку до чемпионата собрать две футбольные команды. Да, 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 у нас было около 20 человек, и все так как-то очень яростно откликнулись, услышали песню, услышали вот эту вот «О-о-о-о-о-о», там есть такая кричалочка, и как-то всех она подхватила вот такой волной. Записали видеоклип, к слову сказать, все участники были, практически все были из разных стран, разных национальностей, мы подчеркнули этот момент, и в клипе каждый участник, на своем языке у него было написано «Welcome to Russia». То есть на его языке, я на грузинском показывал табличку, Миша на белорусском, ну и прочее, и прочее. Маргарита Пазаян, мы знаем, что она у вас здесь была. Привет, привет, да. Да, привет ей передаем, Маргоша тоже участвовала. Ну и все наши друзья. Брэндон Стоун, да, наш большой друг, который, кстати, первым откликнулся на наш призыв, после чего люди стали, ну если есть Брэндон Стоун, то тут уже думать даже нечего, надо царить. Фирма, да. Ну что, 90 минут, вспоминаем те ощущения, которые царили у нас в России этим летом. Да Винчи в эфире «Страны ФМ». Поехали. Стоун, да. Над страною флаги, выше солнца, бой со мной и пусть тебя начнется этот день, который, может быть, изменит этот мир. И на трибунах волны гимнамов выше, вон прилива, слышишь, чаще бьется сердце мира. Голос мой подхватит город твой, Ты просто бой со мной. Запоминай эти дни, Не заметишь, как пройдут 90 минут, Когда трибуны поют. ОООООООМ! unas Субтитры создавал DimaTorzok Эти парни могут стать примером В сложной битве шанс Навсегда стать первым в этот день Который, может быть, изменит этот мир Поймает вспышки миллионов Одноглазых камер за секунду до удара Замет этот мир, который, может быть, изменит этот миг Запоминай эти дни Не заметишь, как пройдут Девяносто минут Когда трибуны поют Который, может быть, изменит этот мир Который, может быть, изменит этот мир Который, может быть, изменит этот мир Спортивная команда как-то не только в музыку может играть И какие-то спортивные у вас увлечения вообще У нас, да, у нас есть спортивные увлечения Так Ну, некоторые их скрывают Ага А мы сейчас на чистую воду выведем всех Ну-ка, рассказывай Да, надо спросить у ребят Потому что вот по правой руке от меня Заядлый футболист и заядлый хоккеист Вот футболист там сидит, гитару настраивает Да, а хоккеист, как и подобает хоккеисту Сидит просто Контролирует фитнес-рокеры Фитнес-рокеры, да Фитнес-рокеры, да Это действительно новый какой-то термин По поводу названия Расскажите мне свою трактовку Так ли это Ну, мы знаем, что Леонардо да Винчи Человек, который был талантлив во многих областях В том числе искусственно играл на лире Почему да Винчи? Ну, знаете, здесь каких-то искать Особых смыслов не стоит В общем-то их и нет То есть мы не привязывались к тому Что нам, допустим, нравится творчество да Винчи И мы поэтому назвались да Винчи Нет Просто само по себе слово Имя Оно несет очень большой энергетический какой-то заряд На наш взгляд позитивный На наш взгляд какой-то глобальный Всегда хочется быть Немножко ставить свои цели глобальней Чем ты сейчас есть Чтобы их достигать Чтобы разрастаться И вот таким образом У моей жены, можно сказать Родилось это название Когда мы придумывали название Она просто сказала Назовитесь да Винчи Просто бросила эту фразу Мы назвались да Винчи Не то, что я прям во всем слушаю свою жену Хотя да Но вот в этом послушался Слушайте, красиво И она солнечная Это название И действительно Да, и там есть вот это вот слово да Всегда хочется слышать да И частичка Италии Да, ребята Ну, наверное, итальянские песни со временем появятся Италоязычные, да В вашем репертуаре Я надеюсь, если вот Ну, Леша учит итальянский язык Леша учит А что касается музыки Как вы сами-то свой стиль характеризуете? Что это такое? Ну, это стиль да Винчи Стиль да Винчи Сколько я не задавался этим вопросом На кого мы похожи Нет, ну Я не кривлю душой Не то, что я прям не хочу Ни на кого быть там похожим Или чтобы наша группа Не была ни на кого похожим Мне даже иногда хочется Куда-то уже примкнуть Каким-то рядам Но не получается Есть какой-то свой стиль Который я по-другому не могу назвать Стиль да Винчи А песни У нас довольно разные песни Все сегодня будет Это слышно Кто пишет эти песни? Расскажи Чье авторство? Ну, во-первых Возвращаясь По-разному получается Возвращаясь к этой футбольной песне Она изначально была написана Четыре года назад К чемпионату мира в Бразилии С нами на тот момент работала Девушка-поэтесса Она как-то дарила Мы сами писали И она дарила свои стихи И давала нам на музыку И мы вот написали музыку на ее слова Потом, собственно говоря, наступил чемпионат мира по футболу в России И мы эту песню как бы реанимировали Переделали текст Вот музыка наша Слова вот этой девушки Анастасии Шмеркиной Я зовут Настя, если ты нас слышишь, привет Музыка, кстати, вот на этом фендере и писалась На этой самой гитаре На легендарной гитаре Она уже там... Можно звезды клеить За каждую новую песню Друзья, у нас... У меня в памяти, что мы в лесу ее писали Песня, придуманная в лесу Песня, придуманная в лесу Где написаны другие песни Мы об этом узнаем чуть позже Пока же небольшая пауза Не переключайтесь Студия 89,9 Концертный зал Друзья, продолжается концертный зал С участием группы Da Vinci И у нас очередной музыкальный номер Что это будет, Андрей? Это будет песня, которая называется «Кто тут для меня?» Автор этой песни Алексей Нильченко И его фендер, да? И его гитару он показывает И его гитару, да, на которой он собирается Плеить звезды, да? Я правильно тебя понял? Да, да, да После этой программы сразу пойду и куплю Мы тебе наклеечку дадим с стороны фендера Да, ну, в общем, эта песня одна из первых В нашем творчестве Раннее творчество группы Da Vinci Будем так его называть Леша принес 14 годов, получается Я там накинул еще слов во второй куплет немножко И вот так она родилась И каждый здесь присутствующих музыкантов Дал туда свою какую-то энергетику Лепту, музыкальную нотку И вы сейчас это поймете Песня, чтобы взбодриться Давайте так Смотрим, слушаем Буду сидеть под этой песней Пускай манёв твой знаком, но я подбитый дамбул Парусь на белый флак порвал и ко дну Пускай машины гудят на встречной полосе Да я, наверное, дурак, но я иду к тебе Кричу, спасите богам, но кто-то там молчит Стою под пыльями взглядов Пожди, купи Каза, наившийся снайпер в лесах По пасе Путаюсь выжить из партии Ты не пропишешь Чтоб, 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 чтоб Каза, наившийся снайпер в лесах Что я для тебя Что я для тебя Что ты для дня Не знаю я пока Не знаю кто ты для дня Я со свободы глоток разыграл свой гамбит Но где-то вышел, прощал, и мой король убил Между двух полос огней, несущихся машин Иду навстречу судьбе, учусь быть один Что ты для тебя, что ты для меня Не знаю я пока, не знаю, что ты для меня Что я для тебя Не знаю я пока Не знаю кто ты для меня Кто ты для меня Что я для тебя Не знаю я пока Не знаю кто ты для меня Не знаю я пока Не знаю я пока Да Винчи на стороне FM Что-то мне подсказывает, что музыканты Это еще сдерживается Все-таки у нас небольшая студия Я так рьяно сорвал наушники Думал сейчас буду танцевать Снимаю наушники, друзья А когда снимаешь наушники Ничего не слышно Это студия Немножко расстроился По поводу студий По поводу альбомов Расскажите, что у вас В команде 4 года Что с пластинками Интересно нам Да К слову сказать, что Первый Первый такой у нас этап Он был пробным Такой не очень активным Что ты имеешь ввиду Первый этап Когда мы собрались Только Стали делать Это было 2014 год Да 2014 год На таком любительском уровне То есть Не было какой-то Не то что нет Вера всегда была в это Но Это было просто параллельно Потому что это нравилось Параллельно чему? Расскажи Чем занимались Тогда Алексей Чем ты занимался Если брать начальный этап У нас скажем так Вот мы с Лешей начинали Потом к нам присоединился Миша И к нам присоединились Вова и Сережа уже впоследствии На самом первом этапе Алексей сидел в офисе Айти работник Да Он про себя расскажет Я в принципе Всегда был на сцене Выступал Мы видели тебя в конкурсах Музыкальных Переживали за тебя Болели за тебя Поддерживали тебя Музыкальных конкурсов То есть я всегда в принципе Был на сцене Но что касается Да Винчи Вот как-то так А потом мы уже поняли Что мы можем Больше Что мы хотим туда вкладывать Что есть песни Что они рождаются Что они не просто из воздуха Они о реальных чувствах Они о реальных событиях Вот собственно говоря Вот таким образом Какое количество песен Да К этому было Смотри да Сколько песен И есть ли пластинка Может быть будет пластинка Все таки 4 года прошло Или вы не собираетесь Выпускать пластинку А мыслите синглами Да Вот это наверное Правильная формулировка Мы задумывались о пластинке Ну 21 век Такой необходимости Ради которой Стоило бы Прилагать Большое количество усилий Для того чтобы Выпустить именно пластинку Ну Мне кажется нет А знаете Было бы очень круто Я вот любил Всегда Покупал Лицензионные диски Своих любимых Молодец что не пиратские Лицензионные Я понимал что Я тем самым Поддерживаю артиста Благодарности Безусловно Помещаю У меня до сих пор Есть коллекция Где диски С красивыми обложками Подарочной буклетики Вот я слушал на хорошем звуке Что ты слушал Скажи сразу Ох слушал Джимми Хендрикс Слэд Зепплин Битлз Джордж Бенсон Перечислять можно Тимберлейк например Да Олег Газманов Всех крутышей Ну Олег Газманов Он молодец конечно Олег Михайлович привет Да Да Я слушал с детства Я много чего слушал Даже был этап Я всем рассказываю Я даже поучаствовал в записях Ирины Олегровой Какую же песню ты А? На гитаре где партия прописана Это была Ремиксовая версия была То есть там были Девятки угонщиц Прекрасно Ты сам Музыка в твоей жизни Насколько рано появилась? Как ты стал айтишником Изначально А потом уже Айтишником я стал Потому что родители сказали Как умно Послушный сын Да А музыка у меня началась Уже Больше 15 лет назад То есть она была Все время в моей жизни Ага Особенно рьяно она началась Когда закончился спорт Я профессионально еще Спортом занимался Каким? У меня был футбол и горные лыжи Ух ты Хорошее зачитание Смотри у тебя для зимы один вид спорта Для лета Да До сих пор поддерживаю кстати То и то Смотри значит Андрей из Кабардино-Балкари Ты откуда сам? Город Киров Вятка Вятка Андрюха знает Андрюха знает Андрюха выступал Да Ты выступал в КВН? Нет в КВН не Выступал да Друзья Сейчас у нас Небольшая пауза После которой мы Продолжим общаться С артистами коллектива Да Винчи Ну и конечно слушать Хорошие песни Вы можете оставлять Свои вопросы В контакте Странной ФМ Есть публикация Посвященная визиту Этих потрясающих музыкантов Студия 89 и 9 Концертный зал Дамы и господа Это телерадиоканал Странной ФМ Группа Да Винчи Сегодня мы знакомимся С этими ребятами Пластинок Они еще пока не выпускали Поэтому Слушаем Новые и лучшие Песни Что у нас На очереди Следующая песня Называется Ребят Полное название Песни Озвучивать Оно долго длится Да Нет оно не долго Просто оно немножко Провокационное Насколько Пока Катя Пока Катя Ну то есть это некое Такое прощание С девушкой Это песня Юмористическая Поскольку мы Прослыли такими Романтиками У нас Как раз таки песня Даже лирика называется Есть такая песня Да мы знаем И да И до этого у нас В основном были Релизы Лирических композиций А тут прям Полная противоположность Такой драйв Юмор Такое Отношение К девушке Которая Хочет тебя добиться А ты говоришь Да не надо Катя нет Короче про нас Песня Песня Основана на реальных событиях Скорее всего Есть такой да Момент Ну в общем Это не свойственная песня Да Винчи Но это тоже наша сторона И это Можно даже сказать Это скорее всего Следующая семья Да Винчи Многогранно талантлив Спасибо вам большое Вот так красиво Коллектив Давайте Смотрим слушаем Я Ничего не хочу объяснять Не надо решать за меня Что я должен тебе отвечать Для тебя не понять Но Ты же хочешь меня все равно И тебе от другой стороны Повернусь И просто стою Спиной Помолчи Причем Слышишь Музыка Музыка Звучит Если Не Причим То не Кричи Не Сбивай Настрой Далл бы бабуши с тобой Я не твой герой Я не буду тебе объяснять Что я лайкал кого-то опять И опять не заправил кровать Звонимся покакать Нет, не хочу ни за что отвечать И тем более ставить печаль Твоя мама нас будет ругать, кричать Подмолчи, слышишь музыка звучит Если нет причин, то нет причин Не сбивай настрой На дне бабушки с тобой Я не твой герой Роман, вы участвовали когда-нибудь В исполнении треков групп, которые здесь играли? Чуть-чуть Давайте еще чуть-чуть попробуем Я пою и повторяю Э-о, э-о, о-о-о-о Э-о, э-о, о-о-о-о Отлично получается еще Э-о, э-о, о-о-о-о-о Э-о, э-о, о-о-о-о Давайте попроще Просто помолчи Слышишь музыка звучит Если нет причин То нет причин Не сбивай настрой На дне бабушки с тобой Я не твой герой О-о-о-о Помолчи Слышишь музыка звучит На второй стучит Да не причин Не сбивай настрой На дне бабушки с тобой Я не твой герой Э-э, э-э, о-о-о-о Всем Катям Большущий привет От команды Да Винчи И телерадиоканала Страна.ФМ Ребят, огромное спасибо По клипам Рассказывайте, что В ближайшее время Может быть Выходит Снимаете что-то Покажете На данный момент У нас идет Как раз таки История песни Лирика То есть этот клип Сейчас пошел по сети Играет на различных Радиостанциях Я насколько знаю Региональных Да, корей Региональных Ну и естественно На стране Это наш Флагман Чья песня Кто написал флагман Кто снимал клип Рассказывай История этой песни Довольно интересная Потому что Вот так же На коленке дома Леша принес Показывать свои идеи Леша не показал Сейчас на гитару На ней Да, ну все понятно Именно на ней Он пришел домой Там было около Пяти или шести Разных Музыкальных зарисовок Мы оставили Детей Семьи В других комнатах А сами закрылись Мы что-то там делали Творили В общем ничего не получалось Около там Пяти композиций Ну как Они были Ну такие Не впечатляющие Скажем так Не родилось Леша говорит Ну давай последнюю А там уже уходить надо Уже по времени Давай последнюю И начинает играть И эта композиция Ну вот за секунду Просто вот стрелой Попала в сердце И создалось ощущение Что это То что нужно Это та песня Которая может задеть Сердца людей А стихи ваши Да? С Лешей Как вы писали? Ну идею Куплета и припева Написал Леша Потом докрутил я И в общем-то Таким образом У вас главный пассажир А лирика Мы решили подойти Уже основательно Нашли деньги Собрали их Скажем так На клип И был определенный бюджет И была идея Была идея Хотелось снять Настоящую историю Любви Знакомую всем Минифильм Такое Мини кино За три минуты И вот была такая задача С этой задачей Решили справиться Таким образом Есть одна локация В этой локации Проходит Определенный отрезок Времени Влюбленной пары От знакомства До ежедневных обедов Моментов безразличия И момент расторжения Все это показано Вот одной нитью Вокруг одного стола В одной локации Вот с вот этой вот парой И мы очень Долго выбирали актеров Очень долго У нас были Смотрины Мучительные кастинги Кастинги Смотрины Кавказскими терминами Почему-то я заговорил С вами Да Кастинг Пробы Да И мы собирались Несколько дней Несколько пар Уж не помню Какое было количество И вот мы шли Результат Замечательный Я вас поздравляю С этим клипом Спасибо Ну смотрите У вас же Скорее всего Несколько песен идет Ну я предполагаю Несколько песен идет В работе Но вы Снимаете клип Именно на лирику То есть Вы С Лешей Как авторы Умеете угадывать хит Почему именно на лирику Вы знаете Во-первых У нас проходят Концерты живые И мы на всех этих концертах Тестируем песни Пробуем эти песни Исполняем Смотрим на реакцию Смотрим на реакцию Публики И в этом смысле Очень просто Было понятно Что именно лирика Было понятно Песня трогает Песня И видео расходятся По интернету Живых выступлений Это был явный знак Того Что нужно В это вкладываться Нужно в это Еще больше поверить Вот Ну собственно говоря И это хороший Профессиональный совет Тем Кто думает Ну из молодых музыкантов На что снимать клип Вот На концерте играете Смотрите По реакции зрителя Да Вот сейчас у нас Похожая история С песней Катя Песня Как только начинает звучать Песня Катя покатила Ну получается да Потому что люди подходят Мы же исполняем На концертах Именно Потому что Такие площадки Открытые Мы исполняем 50 на 50 50 на 50 Авторская И кавера Наша интерпретация Известных песен И люди подходят Говорят Все понятно Там С этой песней Ресницы Там Братьев Гримм Это чья песня Где не можем Ее найти в интернете То есть люди Почему-то думают Что она какая-то Знакомая Близкая И собственно говоря Вот это основной показатель Все под нее качают Танцуют Под что сейчас Даже Катю Даже Катю Прежде всего Да Под что сейчас Мы будем качать Что за трек А мы еще не решили Давайте Вы нас Направите Есть вариант Исполнить Медленную песню Есть вариант Исполнить Быструю песню А есть вариант Исполнить лирику Потому что Мы о ней заговорили Ну Наверное Лирика Это будет Очень логично После того Как мы о ней Поговорили Тогда Та самая Лирика Песня Которая Нас вдохновила А вдруг рассказ Не про нас Совпадение Случайных героев Его не мы Столько раз Забыть Забыть Стараться Но на руке Твое имя Блестит И уже Не смыть Пусть По телу Дражь Больше Не тревожит Кто сгорел Внутри Того Не подошешь Ярче Чем С тобой Оно Любить Не сможет Верить Сердце В одну Лишь Любовь Сердце В твою Любовь Столько раз Забыть Стараться Родную Улыбку Ямочки Взгляд И кур Носы Но Но Рассказ Не про Нас Совпадение Случайное И время Не терпит Слез Пусть По телу Дражь Больше Не тревог Кто сгорел Внутри Того Не подошешь Ярче Чем С тобой Оно Любить Не сможет Верить Сердце В одну Слюбовь Верить Сердце В твою Любовь Ты все свыла судьбой К одному Что тебе рассказать Коля Мог Но наш тур Сама была И знаешь Сейчас там пропасть Где было лето Осень Аркосин Все в том А теперь сам В нем гость Как это дело Сплошь Как ты не с нами Кино Нам не решено Что сердце Лишит Тон После таких Осколков В колбках Стран Верим Только в одно Хоть и как-то смешно Но давность Ты живешь На другом берегу Не знаешь Боли А я все берегу Себя в груди Но узнаю Комбру Тебе спасибо К жене прибегу Однажды Я прыгнул Скользь Живот Думал Ты тоже можешь Я себя обманул Вернуть бы Время Не Я бы его Просто мукнул Словно трейлер А после уснул На утро Новый день На любовь Одна Она пойдет До конца Со мной На великую Симон Пусть потел дрожь Больше не тревожь Жить Кто сгорел Внутри На тобой Иван Яркий Чем с тобой Одною Быть Не Смой Верить Сердце В твою Любовь Верить Сердце В твою Любовь Верить Сердце В твою Любовь Даже Даже если Какое-то сердце Еще не верило В любовь После исполнения Этой песни На стране ФМ Оно должно Поверить Да Винчи В эфире Спасибо огромное Роскошные песни И я желаю Чтобы у нее было Как можно больше Просмотров И как можно больше У вас было Концертов С этой песней В том числе Что пишет Маша Рубцова В контакте Страны ФМ По поводу Какие площадки Любите Большие Или корпоративы Да Ну-ка Давайте-ка Ребята Цой на это Отвечал Я люблю Маленькие площадки Не вижу смысла В стадионах Я не вижу глаз Но нам Наверное Нам Дорогие Те-те Вам гитары Новые Может быть Нужны Как бы Ну что Скажешь Тут Весь смысл В обмене Энергии То есть Не площадка Независимость Прямая Не от размера площадки От того Кто пришел В каком настроении В каком состоянии С какой целью Хорошо Принимается Ваше Самое Запоминающееся Выступление На данный момент Пока Да вы знаете У нас За последние Несколько лет Очень Плотничком Идут выступления И очень много Есть что Вспомнить Как раз таки Заговорили О Разности Размерах Размеров Площадок Мы выступали И в олимпийском И это было невероятно Потому что В любом случае Каждый артист Который Выходит на сцену Он себе ставит Какие-то такие галочки Выйти на Подобную сцену И если это Осуществилось Значит Ты двигаешься В верном направлении Значит Стоит Продолжать И это было круто Это было много тысяч человек И мы Наша песня Они все Кричат Подпевают Это невероятно На самом деле А были площадки Где 15 человек И мы все сидим На ковре Вместе И обнимаемся И поем Квартирники Да Такой Квартирник Причем это было Корпоративное мероприятие У нас и квартирники Проходят Но это Мне запомнилось Было Корпоративное мероприятие Где все стали друзьями Через там 15 минут И закончили Просто сидя Так душевно Под инструментальное Исполнение Их любимых песен Красиво А квартирник у нас Классный кстати В сентябре был Что было Квартирник Квартирник В прямом смысле Мы арендовали студию Со сценой Там Конкурс в инстаграме Объявили Буквально там Сколько человек 15 наверное Мы Студия небольшая Пригласили Мешки Пуфы кинули Печенье Чай Все по зову Это будет продолжаться Или разовая акция Может быть там К новому году что-то Да Все в наших руках Нам понравилось Действительно понравилось Потому что квартирник Подразумевает собой Какую-то неформальную атмосферу И там тоже что-то рождается Например там родилось Ощущение У меня лично Что Катю надо делать Катю надо срочно делать Катя пойдет в народ Действительно Там такая добрая атмосфера Там все свои туда приходят Только близкие люди И это совершенно другое И это тоже очень ценное мероприятие Люди которые следят за творчеством Которые знают Прям досконально Что у нас происходит Если песню забыл Они подскажут Точно Вот кстати Андрюха Скажи Андрюха не переживает На таких мероприятиях Там действительно Знатоки Есть одна песня Есть Есть одна песня Я думаю что мы ее исполним Следующая Называется она Мы не одни Давайте посмотрим Послушаем А Маше Рубцовой Посвятим эту песню Раз она нам Просто как хорошо Ты знаешь У меня другая сейчас мысль возникла Но Маша эту песню тоже любит Маша кстати Вас поздравляет с эфиром Говорит что вы большие молодцы Спасибо Спасибо большое У нас есть еще одна девушка Которая фанатеет Собственно говоря По этой песне Это к вопросу О вере Во что-либо Либо В кого-либо Вот есть люди Которые в нас верят По каким-либо там Причинам Своим внутренним И мы благодаря этому Двигаемся Вот у нас Здесь сидит Спряталась За стоечкой Наша Наша мамочка Я не знаю Карин Как тебе назвать Наше все Пиар-директор Менеджер Универсальный музыкальный солдат Да И она поверила Именно в эту песню В эту песню Мы не одни И после этой песни Стала для нас Совершать какие-то Полезные действия После которых У нас стало что-то получаться Лично я эту песню Не очень люблю Наверное неправильно Так говорить К творчеству К которому ты причастен Потому что мы ее Долго делали Вот очень щепетильно К ней подошли Переделывали Выстрадали Да вот И как-то каждый раз Для меня лотерея Зайдет не зайдет Но Песня написана Там очень абстрактные слова Каждый видит свой смысл Но там песня Об артистах О людях Которые Не изменяют своему пути И ищут всегда поддержки От окружающих Ищут вот эти нитки Эту связь Благодаря которым Они в принципе являются Артистами Без которых Вообще нет смысла Этим заниматься Песня называется Мы не одни И что теперь Прощай Я сделал все как сумел Хочешь заблони меня А хочешь забудем Нужно шагать за дверь Не зная что там за мне Сложных вопросов Поверь Больше не будет Перемотай на припев Оставь себе Что я писал и пел Ведь мы с тобой Не обиды на земле Перемотай на том момент Где я буду Как перемотать Где все звучат Голоса Мне все звучат Мне все звучат Голоса Голоса Нужно шагнуть Забей Переступить пароль Чтоб не успеть разменять Важно, что да Ты просто верь в меня А дальше любой итог В море ключи И опять я в точке отчета Перемотай на пиве Оставь себе, что я писал и пел Лишь мы с тобой вверх Улыбаем на земле Перемотай на том момент Где я влюблю на пиве Зазвучат голоса не сомнеть 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 Переводай на том момент, где я уйду в городе береген, где засвучат голоса в песне. Мы огни! 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 Да Винчи на стороне FM. Я считаю, что песня зашла. Отлично! Берете? Берете? Берете. Леша просто под шумом сейчас все наши песни попытается поставить. Мне песня очень понравилась. Спасибо. Это мое личное мнение. Песня очень красивая. Так, есть комментарий от Константина. Андреев, огромный привет от Константина Невмиржицкого. Красава, брат, рад за тебя. Спасибо. И Валерия Давыдова пишет следующее. Были ли моменты, когда хотелось все бросить и закончить с музыкой? Я думаю, что здесь каждого нужно спросить, поскольку это такой личный вопрос. Ну, давай у тебя микрофон, отвечай. У меня было другое. У меня было такое разочарование в Москве, потому что я приехал в Москву около 8 лет назад, и мне хотелось уехать. Подожди, ну ты уже учился же в Москве, еще лет 10 назад ты поступал. Я поступил в 2008 году в Гнесинку на вокал. Да, ну я имею ввиду, что вот уже по прошествии 5-6 лет... Ты поступил, дальше учился... Я сначала поучаствовал в телепроекте «СТ зажигает суперзвезды», приехал из провинции, после чего поступил в Гнесинское училище на эстрадно-джазовый вокал. Параллельно участие в Ставрополе, тоже на очном отделении на сервисе туризма, это как раз туда, куда... Одновременно получал два образования? Да, 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 так получилось, но я часто летал, и у меня как-то получалось, плюс лояльность деканатов с обеих сторон позволяла мне сдавать сессии, они были в разное время, и учиться очные там и там два года подряд, два года... В результате ты получил два образования? Да, в результате два образования, высшее в Ставрополе, специалист по сервису туризму, привет, привет, ничего в этом не понимаю, и музыкально, собственно говоря, в Москве. Так, и в чем разочарование? Образование получил? Образование получил, вроде все получается, но пришла какая-то такая усталость и отсутствие веры в себя, такой момент просто был в жизни, единственное, что меня остановило, это группа да Винчи, то, что мы уже начали этот путь, хотя, да, хотя путь был, нет, ну там не так все грозно было, эти процессы внутри происходили, я понимал, что ни в коем случае нельзя останавливаться, нельзя остановить то, что начато. Ну смотри, есть же... Есть же такое мнение, что если пишется, это не остановить, это не от тебя зависит, то есть хочешь ты это издавать, хочешь ты это записывать, но писаться все равно будет. Да, но на тот момент и не писалось ничего, понимаете, было вообще как бы странно и сложно, и, ну, бывает у всех, я думаю, что у каждого бывает такой период, вот, но оптимизм, вера в лучшее, плюс многие стимулы, они всегда направляют в нужном русле, в нужном направлении, я очень рад, что не принял тогда, не уехал в Краснодар, хотелось почему-то в теплые края, в теплые города уехать, и вот как бы сегодня для меня такое подтверждение. Того, что все правильно, все правильно идет, клипы есть, они их смотрят, их они нравятся, музыка на концертах качает, люди музыку эту слушают, пишут. Это показатель того, что не зря, то есть надо продолжать, команда есть замечательных людей, в первую очередь, музыкантов крутых, каждый со своим видением, и он это видение привносит, то есть очень важна здесь командная работа, и у нас это получается, это сложно выстроить, но мы стараемся, мы все очень лояльно друг к другу относимся, мы дружим, в первую очередь, у нас приятные, кружеские, братские отношения, мы вместе проводим много времени, выступаем, работаем и прочее, вот это важно, вот это есть, и я это очень сильно ценю и дорожу, и... И продолжайте в том же духе. Попробуйте мне там. Да. Вы сказали, что момент, когда хотелось все бросить, да, бросить музыку, но дело в том, что у каждого из здесь присутствующих, у каждого да винча, да, если как индейцев да винчи, есть чувство ответственности, своя зона ответственности в группе, то есть каждый понимает, что он, именно он важен для того, чтобы весь механизм работал, как каждая шестереночка друг за друга цепляется, это вытаскивает, это помогает справляться. Друзья, у нас сейчас маленькая пауза, после которой также совместно и дружно мы продолжим. Студия 89,9, концертный зал. Дамы и господа, это телерадиоканал Страна ФМ, группа да винчи сегодня играет свои песни на телерадиоканале Страна ФМ в концертном зале, и вот есть у вас первый клип, мы с тобой так уже коснулись, ты сказал, что о нем расскажешь, давай вот сейчас время расскажи. Это вообще особенная история, вот как раз таки лично для меня это был такой переломный момент, после которого я поверил в себя, поверил в группу да винчи. Родилась песня, вернее сначала родилась музыка, просто на репетиционной базе кто-то что-то начал играть, и родилась музыка. В ней было очень много энергии, было сложно туда написать текст, и она долгое время была без текста. Потом произошло трагическое событие, не будем долго заостряться на этом внимании, но когда рухнул самолет, летевший из Египта в Санкт-Петербург над Синайским полуостровом, там была маленькая девочка, мама ее выложила фотографию, назвала главный пассажир, она стояла держать, держала вот так ручки возле стекла. К слову сказать, по случайному стечению обстоятельств, сегодня ровно три года, как произошла эта трагедия. 30 число, три года назад, вот. И тогда как раз вот эта тема детей, семьи, лично меня, она очень сильно будоражила. Я когда увидел эту фотографию, какие-то чувства просто несравнимы ни с чем. Действительно, мимо этого. Захлеснули, да, и попалась под рукой эта песня, эта демка, вот. И тут же родился текст за 20 минут, который называется «Главный пассажир». Песня посвящается этой маленькой девочке. И клип получился прекрасным. Да, и клип, он потом рождался уже. Мы сначала спросили разрешение у семьи, у бабушки этой девочки, можем ли мы выпустить. После чего она нам разрешила и написала большое сообщение с благодарностью о том, что мы в творчестве выражаем свои чувства касаемо этого события. И потом уже родился клип, и по задумке клипа мы этой маленькой девочке, которую зовут Дарина Громова, несем ближе к небу, повыше в горы, игрушки. Смотрим, слушаем в эфире «Страна ФМ». Знаете, я хочу сейчас принести извинения. Наверное, эту песню мы не будем исполнять. Я прошу прощения у всех, потому что... Но не в этот раз. Мы до последнего должны были исполнить... Карина, хватает заговора, Карин, прости, пожалуйста. Это очень сильная песня, она очень личная песня. Мы ее нигде не исполняем по той причине, что происходит такая пауза. Но не здесь и не сейчас, я понимаю. Да, я думаю, что если кого-то эта тема заинтересовала, это действительно очень искренняя работа, это очень искренняя... И музыка искренняя, и слова искренние, и клип искренний. Если кого-то это заинтересовало... Можно посмотреть. Группа «Довинчи», главный пассажир. По поводу группы «Довинчи», скажи, у вас где проще и правильнее искать информацию о вас? Есть ли сайт? Потому что я видел только группу ВКонтакте, есть Инстаграм. У вас что еще? Какие официальные ресурсы? На этот вопрос очень развернуто ответит Алексей. Давайте спросим. Алексей, как раз он взял свою легендарную гитару. Ага, да, та самая. Вообще, сейчас тенденция времени такова, что, наверное, Инстаграм самый правильный источник, потому что он всегда везде следует за нами, где мы есть. Есть YouTube, где мы выкладываем видео. Но пока-то маловато, что-то выкладываете. В Инстаграме больше пока. Да. Ну, мы перфекционисты. Вот это нам немножко палки в колеса вставляет, нас за это ругают. Но мы перфекционисты. Пока мы не полюбим на 100% результат, мы будем биться, мы будем сражаться, мы будем переделывать. Был случай даже песню одну мы уже выпускали. Три часа ночи было. То есть все, мастеринг забирали. И в 4 часа ночи мы переделывали текст на эту песню. То есть после мастеринга. Не буду показывать пальцем, кто виноват. Можете кидать меня все стрелы. А Инстаграм — это более легкий такой ресурс. И там можно за нами следить. Ну и поактуальнее он, наверное, будет сейчас, пооперативней. У нас следующий музыкальный номер. Это что будет? Рассказывайте мне. Эта песня, она... Она очень красивая, на мой взгляд. Это такая баллада. С развитием, где есть своя история, где есть своя романтика. Текст как раз-таки написала Анастасия Шмеркина, которой мы уже передавали привет. Автор текста «90 минут». Песня называется «Синоптик». Песня про погоду. Очень актуальна сейчас. Погода, которая иногда портит планы. И не дает, может быть, осуществить то, что мы хотим. Друзья, перебывайте автомобили. Не тяните-то. Пришла зима. Анастасия Шмеркина Третий раз Третий раз Третий раз Она ждет И рассвет В Париже Давит стекла Ее окна Третий раз 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 в месяц. Проходят они, мы, скажем так, задружились с площадкой, которая называется Чайхана номер один, там проходят концерты артистов. Их же много там, да? Их много, да, их много. Есть несколько центральных, там, где стоит хороший звук, там, где большая сцена, большая проходимость людей. И туда приходит наша аудитория. Чайхана номер один на Пушкинской, сейчас Чайхана номер один на Цветном бульваре. Там проходят наши концерты. Ближайший концерт с семнадцатого числа на Пушкинской, Чайхане номер один в 22.00, наш живой открытый концерт. Ну и вообще, ребята, давайте посоветуем зрителям, слушателям страны ФМ подписываться на ваш инстаграм, как говорит Алексей, там самая оперативная, актуальная информация, и там можно узнать... Это очень просто сделать, вот здесь есть, я подготовился. По радио тебя видно. Не знаю, видно здесь? The Da Vinci's. The Da Vinci's. Да, все, подписывайтесь. Кэштег группа Da Vinci в одно слово. И наблюдайте. Я желаю вам дальнейшего восхождения на музыкальный Олимп, новых песен, новых клипов, ну и если будет альбом, мы тоже будем уже рады целой пластинке, потому что, как говорит Леша, пластиночка — это всегда приятно. Да-да-да. Группа Da Vinci, дамы и господа, сегодня, мне кажется, была очень красивая душевная программа. До новых встреч, ребята. Спасибо вам большое. Пока. Студия 89,9. Концертный зал.